Сегодня же 14-е. Вчера был стрим, 13-е. Выглядело это следующим образом. Раз уж он так сильно лагает, чтобы людей не мучить. Вот так вот Рус целиком с нами обошелся. Даниил ЕПФ. А это кто? Как мне его найти? Даниил ЕПФ. Даниил, поздравляю вас. Не знаю, смотрите вы стрим или нет, но вы писали комментарий об участии в конкурсе по планете. Я вас поздравляю, вы победили. Серьезно? Да. О, у него тоже беда со связью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я не покрашиваю серый цвет. С подбором, с переходиками так классно. Вот подарок едет. Все, талончик. Я вообще никогда в жизни не отправлял мотоцикл вообще куда-то транспортной компанией. Но я офигел, что он весит 150 килограмм. Кто-то я с ним там... Короче, интересное нововведение, что теперь... Будь здоровы! Вот, нововведение, что теперь без документов нельзя оформлять, но вроде как с фотографией ПТСа. Ну, скан паспорта моего, анализ крови и... Ну, там... Да-да-да. Все, сейчас все пройдет. Короче, ждем оформления документов, и он отправляется. Вот как только он отправится, тогда есть все. Первое дело доделаем, и мы перейдем к серии. Планету сейчас полностью подготовит, сделает для нее конкурс, и она уезжает, ребят, в Омск. Все, больше мы ее не увидим, но... Точнее, увидим, я попрошу еще парня нам присылать видосики и прислать видео, как он его получил, чтобы было честно, и вы все все знали и видели. Мы никого не обманываем. Мы сейчас с Алексеем отправимся дальше. У нас есть одно большое дело, о котором вы узнаете в самом конце. А мы просто с вами начнем эту серию. Поэтому готовьте вкусняшки, заварите чай. Мы начинаем. Нам осталось совсем чуть-чуть на донышке. Рапса на донышке осталось. И начинаем через 3, 2, 1, поехали. Так, я не знаю, мы снимали для вас или нет, как измерить влажность рапса, но если его собирать руками, по одному вот так ходить, то это бессмысленно. Я вам сейчас покажу, как это можно сделать при помощи пачки семечек. Короче, я нарываю вот эти штуки, ну, рапсинки наши. И сюда складываю. Легкое движение руки. Все, рапс уже весь раскрылся и высыпался. Можно всю эту шелуху обратно выкидывать. Вот он, рапс. На самом деле, я его померил, ну, в целом сейчас померю влажность. Это чисто для вас, чтобы вот этот способ показать интересно. Это для тех, кто, если будет заниматься рапсом, либо занимается, и там какие-то специальные штуки придумает, вот, доел семечки, пошел рапс мерить влажность. Ну, и мне в поле нет смысла особо умерить, потому что приедут комбайны, они начинают косить зеленуха, и тут важнее мерить в бункере, какая влажность. Так, измерительный прибор в дверь. Блин, прикиньте, мало. Сейчас, намолочу. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет. У нас сейчас 14 сентября, уже осень. Интересно, сколько сейчас влажность в поле рапса. Но солнце светит. Кайф. Вая. 13,4 в поле он стоит. Но мы его, как бы, и будем собирать, и продаем влажным. Но 13,4 это много. Вы выехали? Все, супер. Давайте. Ну все, сейчас запустим еще один комбайн. Извините, что я ем в кадре. Блин. Ну все. Померили влажность в бункере из вектора. Там показывает 13,6. Это нас полностью устраивает. И мы ходим, убираем. Самое главное, что в рапс, он даже скрывается. И значит, что он полностью вымолачивается. Выдавил на сальник, на двигатель, наверх. Сейчас поедем за маслом. Эту хрень потом будем уже исправлять. Сейчас хотя бы дольем. Дальше нам уже видно будет. Что не взял? Комбайн и налево. Оп, свет включился. Там, вон, фига дыхают. Мы их загнали. У пустарничка оставим. Да? У пустарничка оставим. Ну да. Сейчас подумаем, как туда все установить. Как? Возьмем да установим. Ну все, мы с вами, ребят, на месте. Сейчас мы будем установить камеру. У вас какой самый ценный комбайн? Кейс. Кейс? Да, самый ценный кейс. Значит, давай только кейс охранишь. А мы не можем ее поставить так, чтобы она сюда била? Вот я и говорю, надо сережку. Сережка-то для нас нет ничего. А топливо будут ворвать с Полесья, потому что, наверное, знают, как они работают. И где бак? У него вон бак, он торчит. Ну, он тут не надо было так ставить. Ну, больше некуда. Над ним пожертвуем? Да. Ну, давай тогда только на кейс поставим вообще. А светки с какой-нибудь мере можем поставить? Светки? Да. С какой-нибудь светки можем. Дошу, учишься. Открутили. Нет. Эта идея провалилась. Блин, ну, слушай, у них же есть какие-нибудь ремни ненужные? Это ненужные ремни? С кейс? Хреб, ну, зба. На кейсе нам все нужны. Вот на поле есть, наверное, если не нужно. Короче, что мы хотим сделать? Мы хотим поставить онлайн камеру и последить ночью за нашими комбайнами. Потому что, ну, нельзя их так оставлять. Вот. Охрану на них пока поставить некого. И будем, если что, на короткой ноге сидеть, ждать, если кто-то подойдет. Плюс она с голосом и с включением света, инфракрасного и обычного. Поэтому еще хотя бы сможем отпугнуть. То есть, будем работать на эффекте испуга. Что его сейчас кого-то тут, кто будет воровать, поймает. Вот. А пока что думаем, куда ее поставить. Ну, тут вообще, что вы туда в кусты-то поставили? Я не знаю. Дядя Юр. Еще написали прям. Сливай, что хочешь. Ну, вот Владовский и разберу. Что ты там ломаешь? А? А? Я проверяю работу. Какая-то ханти. Вот, она онлайн, правильно? Котли. Котли? Да. Она работает от сим-карты. А ты что, под секс? Что, съездил? Да. Охренеть. Ну, вот, про камеру. Короче, камера работает от сим-карты. Вене нужен источник питания. Постоянный. А сколько ее хватит? От этого? Ну, два банка? Да. Ну, смотри, какой. Вот я стоял 10 тысяч. Работал неделю. А сейчас сколько? А сейчас 30 тысяч. Еще к ней идет солнечная батарея. Какие человек звуки издает, когда ему по 30? Вот будешь тебе 30 лет, будешь так же водить. Но я не буду так кряхтеть. Вроде же, вроде же. Не упадет туда? Да вроде нет. Вы спалились. В целом, не истерика началась. Я там покажу, что ты их. Ну ладно. Ой, да он светит так пишет. Да, и тут с фонариком. Без фонарик. Ну все, будем ждать. Начну я. Будем ждать вору. Где ты вора? Без нервов, пацанчик, да? Слушай сюда, вора. Мы второй раз оставляли комбайн на ночь. Также уже камеру нормально поставили. На тележечку, издалека. Пошел. Салам алейкум. Да, да я, я же слепой. Ну мы это, бахнем по писярику. Коля это вырежет. Хочешь тебе кое-что покажу? Вы герой из села. Ну тогда поздравляю, у нас. Еще хочешь кое-что покажу? Показать? Блин. О, Сарича. Что за камушек? Это наш награда. Я даже не выгружался еще в хозяйстве. Тяжелая. Тяжелая, да? Все, опять соберется у Тамари в шкафу. Надо эту делать, стенку, с наградами. Надо посмотреть как-нибудь. Даже не пахнет ничего. Что вы думаете? Просто так все. Идешь, платишь. Тебе потом премию-то дают. Ну а ты потом там на YouTube-канале хвастаешься. И в конверте сдачу уже. Да, и в конверте еще сдачу возвращаются. Для всех тех, кто пишет всякую хрень. Вообще спасибо премии. Приятно быть героем. Спасибо премии. Да. Ну премия, время героев. Ну как, ну премия же, хочется сказать. Единственное, что не считаемся героями. Мы, ну просто занимаемся делом так, как все должны заниматься этим делом. Все, что мы пытаемся донести, все, что мы транслируем, зачем мы снимаем YouTube-канал, ну как бы не из-за наград. То есть приятно, что отметили. А самое основное, это то, что, ну просто так должны работать все. Не писать в комментарии, ты чей-то проект, ты откуда-то там взялся, у тебя там богатые родители и так далее. Что у Иваныча случилось? У него вчера солярка закончилась. То есть у него трактор вроде больше не ломается, но теперь у него началась солярка заканчиваться. Вчера звонит, где Иван? У меня солярка кончилась, привези мне. Повез таргидропол. Он не заправился просто. Господи, Иваныч. Пусатый, полосатый. Ему Светлана решила прописку поменять уже. Прописка? Да. Большие березняки, Ивановка 1А и там дом, столб. Хватит этот столб уже охранять, езжай в поле. Иваныч нормальный работник, просто он это иногда чудник. Так, все, комбайны поехали, я поехал туда с ними. Короче, вот наше последнее поле. И вот как в том году, пока не радостно. Нифига. Не, не могу описать. Я не могу описать эти чувства. Наверное, это и правда превратилось уже в бизнес. Такой большой, крупный, которым надо заниматься. И искренне, и не искренне. И с настроением, и без настроения. Тема, как мы сделаем? Мы влажность сначала померяем или... У нас здесь еще водится земля в оборот рядышком. Водится она вот где-то там соседним. За леском для вас, для понимания, где-то там. Шнап-шнап-шнап-шнап-пи, шнап-шнап-шнап-шнап-шнап-шнап. У тебя огромное количество складов. Такая хрень происходить. Дим, скажи честно. Тебе просто нравилось смотреть Форт Боярд в детстве. Да, это когда ты начнешь... Три! Ключа! Обратите внимание, Дим. Есть свои прелести в спашке. То есть, стояло поле, не введенное в оборот. Мы взяли его, запахали. Что мы сделали? Что ты... Шипит лучше. Да, вот это муросялое просто. Она почему-то ловит вообще больше, чем нужно. Какие-то помехи ловит. Мы взяли, перевернули сорняк. Его заглушили. Но он все равно остался там, вместе с семенами, скорее чем. И наверх мы выпустили новые семена. То есть, это перевернул пласт. И теперь, вот он, видишь, вроде как бы есть сорняк, но это на самом деле вообще его нет практически. Ну что, мы с вами на участке. Это участок, который мы вводим в оборот. Здесь есть определенное количество деревьев, которые нужно удать. Для этого нам нужен был экскаватор-погрузчик. Не знаю, как его по-другому назвать. Я думаю, умные люди в комментарии напишут. Экскаватор-погрузчик? Это вот трактор. Его отсюда не видно будет, сейчас мы подъедем. Это трактор, сзади у него вот эта хрень прицеплена. Экскаватор. Спереди ковш. Вот. Участок уже практически весь готов. Осталось совсем чуть-чуть. Ну вот эти будем деревья сносить? Не будем. Не будем, да? Ставим. Сейчас мы их до конца выковорчиваем. Выковорчиваем. Выкорчевываем. Вот он, наш экскаватор-погрузчик. Он уже сейчас, даже в настоящий момент валяет всякие елочки. Ну что, вот так вот мы вводим землю. Здесь еще, в принципе, работа у него есть. Делать он ее будет. Ну, надеюсь, недолго, потому что он быстро эти всякие деревяшечки ломает. А мы с вами отправляемся мерить влажность. А потому что комбайна уже, думаю, на одну треть набрали. Поехали. Вот. Открыли. Хорошо, умолачиваюсь. Все, идем мерить. Как бы не убиться бы. Отвлекся. Ё-моё. Много? Коллеги, пока что рано на рацию выходить. 18%. Много. А то у нас за сушку, потом это... Вот, вот так происходит. А то у нас за сушку, там денег до хрена сберут. Вот так весь процесс происходит. Вот так, оп-оп-оп-оп. Я устал сидеть в машине. Вышел в поле. Короче, этот пикап проездил все супер. Дней, наверное, 50 по балям. Уборочная пичмень, пшеница. На горох я особо не заезжал. Но там он и не полил. Он без ржавчины был. И следующее. Отдал на ТО, попросил прочистить мне радиатор. И там дно почистить, потому что там уже все забилось. Боюсь, не загореться. Мне потом там фотку присылают. Мне, наверное, ее не осталось. Но там, что-то, да, полный вид машины грязи. У нас там все в салоне было. Вот там огромная куча стояла. Безработность кончика. На то же место. Смотрел. Ну что, уважаемые коллеги, которые уже больше пару-полутора. Парутова. Полутора лет следят за нами. За нашим трудом, за нашим развитием. Настал этот день. Сегодня последний день уборочной. Нам осталось сегодня убрать последние 28 гектар. 28 гектар рапса. И на этом уборочная 2023 заканчивается. Все. Сегодня, ребят, все. Наши комбайны уже вышли в поле. В том году я завершал нашу уборочную в грязной футболке. Весь чумазый, уставший и так далее. В этом году хотя бы чисто. Чисто официально. Прикольненькая. Плюс уже 54-й день уборочной. Сегодня у нас 19 сентября. Погода, не могу сказать, что теплая. Поэтому футболочку позволить себе не могу. Однако могу выглядеть официально на этом завершении уборочной. Вот сегодня я рад. Если вчера я говорил, что не понимаю, не знаю, радоваться мне или нет, я рад. Наконец-то. Наконец-то это заканчивается. Столько сил, времени, вообще проблем, ремонта запчастей. Они закончатся сегодня. Но работа в нашем хозяйстве не закончится. А сейчас последний день, последние гектары в хозяйственный совхоз. Поехали. Россия занимает лидирующие. Вот тут в кабине, но в плане администрации. Завершить до 2025 года. Но сейчас такая ситуация, что непонятно, что делать и непонятно, за что браться. Процесс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А тоже дождь пошел. В принципе, его ничем не мешает. Субтитры создавал DimaTorzok Чистой прибыли нашего хозяйства Павел, здравствуйте Здравствуйте, Анастасия Собрали пиры Я надеюсь, у меня хорошо Я примерно думаю, что Анастасия 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 Чистая прибыль это наша жизнь наш не совхоз 3 у нас тут мини-гонка скорее всего по рации там происходит прям это веселье они вроде в том году боролись за последний кусочек смотрите первый влад твой влад игорь как бы оператор не скользил последний у нас вклад получается да он нам лёня набрал чуть-чуть а все все мы завершили наши уборы нет смотри 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 еще остался Нет, Алексей Киреев последний. Последние бедушки забрали. Ну все. Нам остается лишь только собраться. И все. Для нас в этом году все. Субтитры создавал DimaTorzok Скажи, как готов. Пишем? Пишем? Ну что, наша уборочная подошла к концу. И в целом наш сельскохозяйственный год подошел к концу. Потому что мы уже практически закончили сеять. И остается лишь огласить результаты. Что мы за этот год добились. Как вы помните, я хотел собрать 10 тысяч тонн урожайности. Собрали мы с вами общую. Возвращаемся к моей мега табличке. В общем, мы с вами собрали 9268 тонн. Не сверхний, а тут я сейчас назад буду крутить. Да, не обращайте внимания. У нас здесь, короче, на фоне происходит работа. Я вам сейчас конца объясню, что это такое. Однако, РАПС мы договорились считать за X2 к зерновым. Потому что у него урожайность и так меньше, и по весу он меньше идет. То есть каждый КАМАЗ легче. Но если все приравнивать к зерновым, то получается 9 тысяч плюс 686. 9 тысяч девятьсот где-то пятьдесят четыре. 9 тысяч девятьсот пятьдесят четыре. 9 тысяч тонн, 954 килограмма. Не хватило нам чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. 45 килограммов. Но это в бункерном весе. А если это взять в нашем... После подработки, доработки и так далее, то сумма уменьшится примерно на 200... Даже, скажем, на 300 тонн. Ну, практически 10 тысяч. Кайф. И наш сельскохозяйственный год можно считать завершенным. Мы сейчас, кстати, с вами находимся. Объясню, что мы делаем. Это наш новый проект. Наш новый не то чтобы проект. Я давным-давно хотел увидеть одно природное явление. Я очень хотел его. Это прям мечта была моя. И в том году мне не получилось это сделать, потому что было много работы. В этом году мы более-менее все настроили. Мы перестраиваем немножко работу хозяйства. У всех будут выходные и так далее. Но для меня чисто вот три года уже в сельском хозяйстве. Уже три года. И я даже не купался ни разу за три года. Представляете? А почему бы мне искупаться? И вы мне можете сказать, ну, езжай в Сочи. Кто-то писал, в Дубай. Хрена и так далее. Нет, я туда не хочу. Мы с вами отправимся. Зажигание включить, пожалуйста. Ага. Чего кого-то там так дернулось? Вот, мы с вами отправимся в Териберку. Мы с вами отправимся в Териберку, ребят, из Мордовии. И сделаем мы это на вот этом прекрасном автомобиле, который сейчас готовится. Почему Териберка? И почему именно наш Запорожец? Опять зажигание включить? А, ну вот. Все потому, что это должно быть какое-то испытание. Тот полученный стресс, накопившийся, сколько мы там работали в хозяйстве, сидели постоянно, все, вот мы работа, 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 работа. Его нужно выбивать как клин клином. И в Териберке как раз таки видно лучше всего, знаете, что там? Северное сияние. Да, это моя мечта. Я хочу его увидеть вживую. И по факту мы на Запорожце должны были проехать больше 6 тысяч километров от Республики Мордовии до Териберки и обратно. И это будет очень необычное испытание. Потому что мне хочется сделать это в виде приключений. Взять с собой команду, чтобы они вместе со мной это пережили. Вот. Как-то так. Это будет полнейшая жопа, потому что мы сейчас пытаемся собрать Запорожец. Он был в хорошем состоянии, вы видели его в роликах наших, но на нем отсутствует тормозная. Мы не можем сейчас его запустить, завести. Помимо этого подвески все нету. И все это мы мутим по всей России, ищем не только по России. И в этом весь прикол. Я хочу это сделать на нем. 6 тысяч. Это будет прикольно. А также я хочу сделать ролик с рассказом о том, как в целом прошли наши 3 года в сельском хозяйстве. от начала, когда мы выбирали место, место и хозяйство, которое мы себе купим, и будем заниматься сельским хозяйством, до второго урожая. Я думаю, вам будет очень интересно об этом узнать. И мы сделаем обязательно ролик, но позже. А сейчас нам необходимо будет немножко отдалиться. Ролики перестанут выходить на канале. Однако, всю информацию о поездке, о том, где мы, как мы преодолеваем, что у нас ломается, не ломается, где мы будем ночевать, как мы будем даже мыться в этой поездке, это будет очень необычная поездка. Обо всем об этом я буду рассказывать в нашем телеграм-канале, ссылочка на который появится сейчас у вас на экране. И вы обязательно подпишитесь, если хотите увидеть это приключение. Мы выезжаем примерно 8 октября. И все наше путешествие продлится, по моим расчетам, недели-две. Потому что нужно будет каждый день преодолевать по 500 километров. Но получится оно таким или нет, мы пока не знаем. То есть это будет импровизация. А также мы будем проезжать определенные города, о которых я тоже буду рассказывать в телеграме. И в этих городах я бы хотел с вами встретиться, где-то организоваться ненадолго, потому что нам нужно будет укладываться в маршрут. То есть нам нужно будет в тайминг укладываться поездки. Но я бы хотел с вами встретиться, где-то подписчиками поздороваться, сфотографироваться, какой-то фидбэк в нашу сторону, поддержку. Может быть, не кодованию, может, ко мне вопросы есть какие-то. Тоже я бы с вами встретился, пообщался. Ну и просто бы пожали друг другу руки, и мы поехали бы дальше. Вот. Серий в рамках сериала «Несовхоз» на канале «Несовхоз» в этом году больше выходить не будет. Да. Мы уже сняли про все. Мы уже рассказали про все. То есть если вам кажется, что мы что-то не рассказали, про технологии все не сказали и так далее, этого, не знаю, может, где-то отдельно мы свою технологию публикуем, может быть, там ВКонтакте где-то. Также вот за донаты сделаем. Кому интересно, как мы занимаем пшеницу, у вас там будет, вон, 100 рублей внесите и сидите, читайте. Нам сильно не жалко. Это просто отдельная и не всем интересная информация. То есть она узконаправлена. К сожалению, так все. Все остальное в хозяйстве будет делаться и продолжаться делаться так же. все процессы на одном и том же тракторе, на одной и той же сейлке. И все это показывать еще раз и продолжать сейчас рассказывать, я даже не знаю, не вижу особого смысла. Но это не значит, что мы отойдем от сельскохозяйственного контента. Не переживайте. У нас еще есть чем вас порадовать. Как минимум, я еще не рассказал про наш склад. Да. Ну что, наверное, не буду я с вами прощаться. Я вам пожелаю удачи. Да будьте вы просто счастливы. Заходите на YouTube, смотрите ролики. Наши, не наши. На нас можете подписаться. И просто поставьте нам лайк, нам будет приятно. Поэтому, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok